Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Меня зовут Александр Векер и я рад приветствовать в нашей студии генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунг-Конга. Здравствуйте, господин Чунг-Конг. Спасибо большое, что меня здесь присутствует. Спасибо. Очень приятно слышать русскую речь. Мы знаем, что, во-первых, мы рады вас приветствовать в нашей студии, а также рады вас приветствовать на конференции «Роль парламента в современном мире», которая посвящена 25-летию Совета Федерации. Но вот уходящий год можно назвать одним из самых переломных, интересных и насыщенных в деятельности Межпарламентского союза и России в сотрудничестве непосредственно. Вот свидетельствуют ли подобные знаки внимания о возросшем значении России в Межпарламентском союзе? Спасибо большое, уважаемый господин ведущий. Прежде всего, хотел бы поздравить Совет Федерации с 25-летием, с этим юбилеем четверть века. С точки зрения парламентаризма это не так уж много может показаться. Но дело в том, что за эти годы Совет Федерации достиг очень многого. Достиг очень многого в области межпарламентского сотрудничества и конкретного взаимодействия с МПС. Федеральное собрание Российской Федерации является очень активным парламентом. У нас налажены с ним тесные взаимодействия и все руководство МПС периодически посещает Москву для того, чтобы вновь подчеркнуть важность нашего взаимодействия, укрепить и упрочить его. Мы взаимодействуем, потому что у нас схожие ценности. Ценности парламентской демократии, уважения прав человека, их соблюдения, гендерного равенства, ценности взаимодействия и диалога. Конечно, для меня большая честь, большое удовольствие присутствовать сегодня на этой конференции и иметь возможность поздравить Совет Федерации. И вновь подчеркну, что у нас общие ценности. Мы едины, выступаем одним фронтом и выступаем за активизацию и дальнейшее углубление нашего сотрудничества. Ну и как вы относитесь к набирающей популярности, особенно после 137-й ассамблеи МПС, выражению «Дух Санкт-Петербурга»? Действительно, «Дух Санкт-Петербурга» — это новая формула, новое выражение, и он очень близок к тому, что мы делаем в рамках МПС. Мы продвигаем диалог, диалог между представителями разных культур, разных религий, разных этнических групп. Мы продвигаем главным образом одну идею — идею мира. И вот как раз идея мира, она очень хорошо соотносится с духом Санкт-Петербурга. Мы выступаем, опять же, за то, чтобы последствием диалога и посредничества разрешения конфликтных ситуаций путем посредничества приходить к мирному урегулированию всех возникающих разногласий. Этот принцип — базовый принцип для нашего межпарламентского союза. Вот недавно председатель комитета Совета Федерации по международным отношениям господин Косачев посещал Женеву, продвигал диалог, межкультурное сотрудничество. Сейчас создан специальный межпарламентский институт, который как раз и имеет в основе эти принципы межкультурного, межрелигиозного сотрудничества. Также недавно была принята резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций относительно необходимости воссоздания площадки межкультурного, межпарламентского диалога. И, между прочим, хочу отметить, что в итоговом документе 137-й сессии Ассамблеи МПС, которая проходила в Санкт-Петербурге, также содержится призыв к такой деятельности. Господин генеральный секретарь, мы знаем, что межпарламентский союз можно назвать неким оплотом для того, чтобы примирить страны и помочь решить те важные вопросы, ключевые спорные вопросы, которые существуют между некоторыми странами. Выступает ли МПС все-таки местом для примирения стран и народов? И может ли помочь в этом инициатива по проведению всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, предложенной председателем Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН? Вопрос урегулирования разного рода конфликтов — это то, чем мы занимаемся. Мы пытаемся применить позиции тех стран, людей или тех групп, нации, чьи интересы не всегда совпадают, позиции могут отличаться друг от друга или даже противоречить друг другу. Именно для этого создавался в свое время межпарламентский союз. Он создавался на фундаменте диалога. Диалога для того, чтобы урегулировать спорные ситуации. И парламентская дипломатия, как я считаю, является эффективным инструментом для диалога между представителями различных государств, представителями различных религий, различных этнических групп. С тем, чтобы мы могли прийти к общему знаменателю. Необходимо слушать друг друга. Необходимо разговаривать, делать выводы, искать точки соприкосновения, искать решения существующих проблем, искать выход из крестных ситуаций. Именно для этого идеально подходит парламентская дипломатия и сотрудничество, которое предлагает развивать межпарламентский союз. И, как я уже раньше высказывался и говорил, инициатива председателя Совета Федерации Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко по проведению такой конференции, по межрелигиозному и межэтническому диалогу, здравая. Мы полностью ее поддерживаем. Мне очень приятно, что госпожа Матвиенко является активным сторонником созыва такой конференции и всячески продвигает эту идею. Страны-члены МПС выступают за созыв такой конференции. Мы уже с нетерпением ждем возможности более конкретного взаимодействия с нашими коллегами для того, чтобы выработать модальности и форматы проведения такого мероприятия, созыва такой конференции в будущем. Во имя укрепления взаимопонимания, во имя большей прозрачности и большей терпимости. И, конечно же, все это как раз и выступает в духе Санкт-Петербурга, в том духе, о котором вы говорили. Ведь в конечном итоге все мы люди. И нам нужно учитывать потребности друг друга. Ни у кого нет монополии сегодня на знания, на правду, на ценности. И будущее зависит от нашего взаимодействия, от укрепления взаимопонимания, от желания вести диалог. Ну и последний вопрос. Он касается непосредственно следующего года, поскольку мы встречаемся накануне 2019-го, а это юбилейный год для Межпарламентского Союза. 130 лет исполняется организация. Каким Межпарламентский Союз вступает в Новый год? То есть в каком качестве, прежде всего? И какие вызовы ждут эту организацию в будущем? Как вы сказали, Межпарламентский Союз был создан около 130 лет назад. В 1889 году собралась группа парламентариев, сердцу которых были дорогие идеалы диалога, продвижения мира и мирного урегулирования возникающих конфликтов. Со временем организация превратилась в крупную международную структуру, в которой в качестве полноправных членов участвуют 178 парламентов из разных стран, также международные парламентские ассоциации и ассоциативные члены. Все это направлено на интенсификацию межпарламентского сотрудничества, продвижение идеалов демократии. Именно на идеалах демократии мы и основываемся в нашей работе. Мы делаем все на нашем парламентском уровне, для того, чтобы улучшать социальную структуру общества, принципы социального управления, модернизировать парламент. Это уже задача межпарламентского союза. Мы делаем все для того, чтобы голос представителей народа был слышен на международной арене. Мы привержены демократии, мы привержены на всех уровнях. Конечно, есть уровень исполнительной власти, который представлен правительствами, но для нас не менее важно на нашем парламентском уровне также делать все возможное для достижения мирного урегулирования конфликтов и для продвижения демократических ценностей. Что касается вызовов, с которыми сталкивается сегодня мир, а также межпарламентское сообщество, то они известны. Это поднимающие голову терроризм, возникающие региональные конфликты, склонность некоторых стран к эзолиционизму, а также то, что некоторые страны сегодня пытаются поставить под вопрос политику многостороннего подхода. Гендерное неравенство, социальное неравенство, со всем этим мы боремся с помощью парламентской дипломатии. 2019 год для нас является очень важным, это юбилейный год, и у нас будет возможность провести обзор того, чего мы достигли за нашу историю, наметить шаги на будущее, посмотреть, насколько мы повелись в разрешении существующих вызовов, им, что еще, посмотрите, что еще остается сделать, чего еще нужно достичь. Надеюсь, что к концу 2019 года мы будем в лучшей форме, мы энергично поработаем и встретим новый. В следующий год будем работать дальше для продвижения межпарламентского сотрудничества и решения актуальных вопросов на наши повестки дня. Господин генерал, большое спасибо, что приняли участие в нашей программе. Всех благ, с наступающим Новым годом и надеемся, что это не последняя встреча в нашей истории. Спасибо. Спасибо большое, что меня здесь присоединили. Это огромное удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова